This is Top Russia. This is Top Russia. Граждане дорогие, сегодня у нас среда, середина недели, а значит рубрика Top Russia. Лучшее в России, мы должны подвести итоги недельных выборов. И сегодня, конечно, сумасшедшая история с восхождением на наш виртуальный Олимп марки, которая, наверное, пожалуй, никому из ведущих неизвестна. А если известно вам, то вы нам обязательно скажите, потому что мы сейчас с вами выбираем лучший собачий корм. И готовы иметь в виду собачий корм. У нас было пять претендентов по традиции. Педигри, роял-канин, чапи, пурина. И вот в финале пурина и трапеза. Мне кажется, это два полюса просто. На которых можно играть. Нет, полюса, на которых можно собаку либо убить, либо... Но не будем так делать антирекламу, тем более, что в финал... Нет, может, она что-то делает, это трапеза. Ребята, в финал трапеза внеслась просто ураганно. 39,8% у них были при выходе в финале. А у пурины, которая сейчас также в финале находится, 32,6%. То есть это было бы лучший показатель. Трапеза, как Прохоров в городах практически. Такой процент. Я просто дутый пузырь. Пытаюсь найти какую-то информацию об этом корме. Единственное, что нашел, есть сухой корм для пожилых собак. Трапеза. Поддерживаю. Друзья мои, если вы знаете, что за корм трапеза для собак, пожалуйста, позвоните нам, 728-7171, код Москвы-495. А вот это, подождите, трапеза для щенков и беременных сук. Оказывается, для всех трапеза это есть. И для тебя. И для тебя, да. Значит, друзья мои, на пятом месте оказался Чапи, 4,2%. На четвертом Роял Канин, 9,6%. И на третьем Педигри, 13,8%. Но к вопросу о том, каким образом трапеза просочилась в финал, а таким образом, что, конечно, понятно, что это протестный электорат. Протестный электорат влияет. Но, с другой стороны, и пренебрежение брендов к своей судьбе в рубрике Топ Раша. Почему вы за себя не голосовали, ребята? В магазине мне нужна трапеза для беременной суки. Окей, да, да. Нет, ну ладно для беременной суки. Есть еще для собак, склонных к полноте. Да, давайте Александра спросим. Он как раз из Москвы и знает. Саш, доброе утро. Доброе утро. Да, Сашенька, 24 года. Что за трапеза? Расскажи, вот она ворвалась в финал нашего конкурса. Ну, у меня у родителей фашистский терьер. Так. Вот. И было такое время, как бы, когда ни педигри, ни какие другие корма она просто вообще не ела. Не брали ее. Вот. Так как бы еда со стола у собаки всегда была. Да. Вот. Ну, а из кормов покупали трапезу, потому что... Где? Вы читали этикетки. Где это делают? Где делают, не знаю. Да, ну, грубо говоря, если это все делают, наверняка из одного и того же. Корм это вы можете. Сами. Нет, а как вы о ней узнали об этой трапезе? Потому что есть же, ну, есть же... И по цене, по цене, Александр. В магазине увидели, по цене она гораздо дешевле, чем все остальные эти импортные. Ну, насколько гораздо? То есть вам неинтересно, из чего это? Честно, я не помню, это было там год 3-4 назад. 3-4 назад до сих пор есть. Да, спасибо, Александр. Хорошо. И Элина есть вот у нас на связи. Элиночка, доброе утро. Доброе утро. Элиночка, вы собаковод? Это фашистский терьер. Так, что с ней стало? От старости умерла. А ела трапезу? Да, постоянно кормили. Постоянно ела трапезу. Сколько лет прожила собака? 14. 14. Это же мало. Неплохо, нет, это неплохо. Нет, от фашиста это очень много. Да, Элина, скажите, пожалуйста, а чем вас привлекла эта марка трапеза? Ну, во-первых, цена. 4,5 килограмма пакет стоил 130 рублей. А по сравнению, например, с пуриной той же? Пурина дороговато, но разницы, по-моему, никакой нет. И собаке нравилось, да, главное? Да. Прекрасно. Значит, не случайно сегодня трапезу у нас. Спасибо. Россия, Дания. Россия, Дания. И Илью, послушаем из Питера еще звонок. Илюш, доброе утро. Доброе утро. Илюш, 26 лет, пожалуйста, про трапезу. Действительно только цена привлекала или, может, какие-то еще другие качества? Слушайте, вот честно, вот те торговые марки, которые были озвучены, ну, Педигри, Чапи и все остальное, это не то, что корм, это шлак. Собак кормить этим нельзя вообще никогда. Я не понимаю тех людей, которые покупают вот этот продукт для того, чтобы кормить своих собак. Погодите, погодите, Илюш, и даже роял Канин. Роял Канин, насколько я знаю, то же самое. И Пурина, насколько мне известно, это не торговая марка, это название производителя. У них торговых марок, кормов разных уровней, штук 7 или 8, наверное, как минимум. Хорошо. И ничего из этого есть нельзя собаке? А что можно? Вообще ничего нельзя из этого есть. Что можно, Илюш? А трапезу можно есть, Илюш? Я кормил свою собаку Аканой, потом я кормил свою собаку Холистик, это корма из Канады. Так она воспиталась лучше, чем вы, да, Илюша? Ну, на самом деле, я кормов вообще отказался, потому что дошло до того, что она их просто есть перестала. То есть она ест только для того, чтобы, видимо, с голоду не умереть, потому что после того, как мы ее перевели на натуронку, все происходит гораздо веселее. То есть собака действительно ест с удовольствием. Илюша, Илюша, тогда ваш рецепт, ваш, например, полдник собаки из чего состоит? Вот что она сейчас любит? Ну, мне просто интересно, как же кормят в хороших домах. Вообще собака у меня ест все, вот, и огурцы, и помидоры, и картошку, и огурцы, и морковку, да, но нормальный рецепт это мясо с овощами, конечно же. Мясо с овощами. Илюш, спасибо большое за звонок. Ребята, у меня есть сумма... Голосуйте, пожалуйста, на сайте toprasha.ru в данный момент. И при помощи смс можно повлиять на ход голосования. 39% сейчас у трапезы, 61% почти у пурины. Б1 на номер 5533. Если вы думаете, что трапеза это круче, да, и должен этот корм стать номером один в стране. Или пурина, ну, мы выяснили, да, что это марка производителя, но, тем не менее, собирательный такой образ для разных торговых названий, да. Пожалуйста, Б2 на номер 5533. Сумасшедшее сообщение из Великобритании. Там же в Великобритании многие собачники, да, живут. Вот, 8,5 миллионов зарегистрированных британских псов, и по статистике треть из них страдает так ожирением. Так вот, недавно, об этом сообщает газета «Солнце», значит, местные умельцы сделали устройство, которое помогает растолстевшим псам подниматься по лестнице без усилий. Значит, как это выглядит? Это пластиковая корзина, куда собака должна сесть, куда собака должна сесть на задницу, и, нажав лапой кнопку, подняться вдоль ступени, как инвалид. А там уже она сходит, и потом вниз, и потом вниз. Хочу быть собакой. Называется «Стейр оф зе док» «Лестница собаки-2022». Вот такая вот история. Причем есть фотография, там реально английский бульдог поднимается на этой штуке с тупейшим видом. Без сигары у него нету там вот у бульдога еще. Да, но явно не трапезу он ел. Понимаешь? Для полных собак. Да, 38,55 трапеза, 61,45 – это пурина. За какой бренд голосуете вы, пожалуйста, на сайте toprussia.ru, и ваши звонки, экспертное мнение – пурина или трапеза? Выбирает Россия. Россия, матушка. Сережа, если у нас на связи, 728-7171. Сереж, доброе утро. Доброе утро, товарищи. Сережка, почему? У меня собака-шарпей, жуткий аллергик. Перепробовали много разных кормов, типа аллергенных, якобы. Потом ветеринар посоветовал трапезу. Сейчас два года кормим трапезой, шерсть перестал выпадать. Скажите, пожалуйста, а два трапеза? Шерсть, может, вот мы вчера об облысении говорили, может, начать вот этим лысым есть трапезу, чтобы у них перестало выпадать шерсть. Шерсть может и поможет. Да, скажите, пожалуйста, Серёня, а по цене действительно привлекательная история? По цене, да. Я беру большой пакет, то ли 10, то ли 15 килограмм за 550 рублей. 15 килограмм за 500 рублей. А кто-нибудь сам пробовал есть консервы? Звонили же нам люди. У нас только монтировщики пробовали есть. За границу, когда раньше выезжали. А что вы такую социальную рознь раздейте? Да хватит вам! А вам актёрышкам не поесть, что ли? Не поесть, я с тобой консервы возил. Не топлюй-то. Там, конечно, топлюй-то. Нет, звонили люди, там минус один только, изо рта плохо пахнет. То есть жена тоже должна поесть, чтобы не было приятно целоваться. А если лучком заесть? Не получается. А это не берёт. Очень, да, не берёт. Луха это всё бессмысленно. Прямо вот под... Она в зубы входит. Нет, под дёсны, под дёсны залезает. На молекулярном уровне. И оттуда смерди. Особенно, когда если зевнёшь, страшно становится. Нет, сбегаются другие собаки. Полезать изо рта. Нет, у тебя полезать. Они же обычно нюхаются. Подышать свежим воздухом. Какая большая двуногая собака пошла. Ну, понюхай. Садись ещё понюхать. А ухазерите, это у него перец. Да, ухазеребенную галлюцинации ищут. А, друзья мои, потребительская рубрика «Лучшее в России». Мы исследуем рынок товаров для вас, для людей. Как показалось. В том числе собачий корм. Вы же пользуетесь им. Удивительно, но фирма «Трапеза», российско-датская, вошла в финал. Для нас это удивление. Но пока не слишком сильные позиции. 38,82% у «Трапезы». Если вы за неё отправьте «Б1» на номер 5533. Недорогая смска. Если вы за «Пурину», вот за конгломерат торговых марок, тогда «Б2» на номер 5533. Какой корм для собак лучший? И телефон 728-7171. Ваше экспертное мнение. Да, пожалуйста, есть такие сообщения. Моя собака после «Трапезы» начала есть свои фекалии. Этот корм фигня. Ну и говорят, что это... Это переходный корм. Помогает адаптировать. Да, то есть замкнутый цикл производства. Закусило просто. Купил пятна просто отходом. Нет, это значит... Собака шесть лет ест. По кругу ходит. Но, кстати говоря, выгод же очень. Да. Нет, вообще 15 килограмм 500 рублей на всю жизнь. Это называется замкнутая экосистема. А дурка к собакам входит за 500 рублей на всю жизнь. Давайте нам Олега послушаем. Олежек, доброе утро. Лишут, у меня от трапезы овчарка отравилась. Теперь кормлю борщом. Вот у меня у бабушки была собака. Так. Она почему-то ее кормила картофелем. Я не представлял. Я просто видел глаза этого. Ела собака картофелем прекрасно. Не, серьезно. Вареный и жареный. Жареный? Я просто не понимал, как это происходит. Причем бабушка реально туда не добавляла мяса, отвар какой-нибудь кости. Она думала, что добавляла. Но она с детства с тобой это ела, поэтому привыкла к этому. С вашей бабушкой и вас, наверное, так же кормила. Вы думали, что добавляют. Кстати говоря, я в детстве ел из собачьей миски, да, встал на четвереньки. Потому что для вашего народа, да? Мне казалось, что у собаки вкуснее, чем то, что ставят на стол. А собаки, кстати говоря, на столе. Собак на стол лезло все время. Нет, серьезно. Ну а что тут такого? Я не вижу проблем. Мы сегодня в столовой поэкспериментируем через полтора часа. Положим, поставим вам на пол тарелку. Посмотрим, как вы, да. А так у меня Марго была собака. В этой позе... Марго. А вы, ребят, странно. У меня была тоже собака Марго и такая же, как у вас бульдог. Нас связывают собака и Марго. Не надо искать вот полусторонне. Да не надо, ладно, все. Давайте Сережу закрыли дверь. Сережень, доброе утро. Здравствуйте. Сереженька, 46 лет, вы у нас заводчик или так просто любите корм? Нет, у меня собака средний азиат. Так, вот расскажите, пожалуйста, какие корма вы пробовали и действительно ли трапеза может в финале нашей рубрики сегодня соревноваться с пуриной? Нет, ну я пробовал трапезой, пёс три дня не ел, сказал, лучше умру, но если не буду. Помолчали немножко, теперь продолжаем. А что пёс ел? Продолжаем, что есть? Из-за всего этого я ничем не кормлю, кормлю или проплан, или каноба. А проплан-то как раз, по-моему, и есть пурина, нет? Да, да, это вот эта пурина оттуда. Вот скажите, а со стола ест ваша собака картофель, огурцы? Ну вообще как пылесос, ест всё. А вот от трапезы отказался, да? От трапезы отказался. А вот смотрите, какая экономная штука. Мало того, что стоит 500 рублей за 15, так ещё и не ест её. Да, да и все и собаки есть. Да, потому что... По-моему, трапеза отличная вещь, кстати говоря. Потому что у собаки очень опасная есть такая вещь. У неё нет датчика насыщения. Как нет? Она жрёт, пока есть еда. Я про собаку другой слышал. И если сознателям трапезы удалось создать этот виртуальный датчик... Да, прекрасный продукт. Ребята, то это гениальный продукт. Гениальный продукт. Абсолютно, да. Победу трапези. Голосуйте, друзья мои. Б1 на номер 553. 48, кстати, процентов уже трапезы. Да, да, да. Уже 49,07. Вот хорошо. Голосуйте, голосуйте. Это универсальный корм. Светлану послушаем. Друзья мои, сегодня мы в этой половине часа выбираем лучший корм для собак. Ваше экспертное мнение. 728-7171. Светлан, доброе утро. Здравствуйте. Я тоже хочу вам по полному трапезу сказать. Это корм отратный. Если им только можно как побилку использовать или как штукатурку. А что, она цветная? Ну, вы знаете, он даже запах до того отвертный, что собака даже не то, что его есть хочет, она его закапывает. Ну, наверное, это был корм для полных собак. Для полных. Для тех нищих владельцев, которые не могут тебе позволить лифт купить для собак вот этот лестничный. Да, Ольга из Магадана. Да, Оленька, добрый день. Добрый вечер уж, наверное, да? Да, наверное, вечер. Здравствуйте. Оленька, какая погода в Магадане сегодня? Ну, солнечно и холодно. Сколько градусов, расскажите, свежо? Оля. Сколько градусов, Оля? 15. 15. 15. Оленька, пожалуйста, вы чем кормите в Магадане собаку? Трапеза или пурина? Я не кормлю ни тем, ни другим, потому что это плохие корма. Две мои собаки, жуткие аллергики, питаются исключительно роялом-канином для такс, либо же пронатюром для собак-аллергиков. Я рекомендую все-таки, прежде чем собаку чем-либо кормить, борщаться со своим ветеринаром, это полезно. Понятно, понятно. Но все-таки, если выбирать между пуриной и трапезой, что лучше? Дешевле, когда не ест или когда жрет собака и дорого? Ну, наверное, лучше все-таки сварить что-нибудь собаке, ну, либо все-таки... Здорово. Видел, 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 видел я таких варчиков. Утром лежим на даче, 9 утра, стук в окно. Значит, открываем окно, человек спрашивает, у вас есть что сварить? Все такие, да нет, вроде все сварили, вот, ну, ворота там. Ну, он говорит, нет, я не про это. Ворота сварили. Давайте Колю, давайте Колю послушаем. Николай, доброе утро. Доброе утро. Николай, вы у нас заводчик собачий? Ну, наверное, считаюсь заводчиком. У меня три поколения среднеазиатских ковчарок. Вот, расскажите нам, ваш тоже не ест вот эту трапезу? Да нет, наоборот, я трапезой кормлю. Вот, хорошее альтернативное мнение. Кстати, ребята. Кормлю трапезой и покупаю, у них очень хороший корм, считается гипоаллергенной. Это ягненок с рисом. А действительно ли плохо пахнет, как говорила вот Светлана? Ну, я бы не сказал бы, что он плохо пахнет. Ей просто не повезло. Скажите, пожалуйста, друг мой. А по цене действительно настолько привлекательно? То есть за тонну... Да, он привлекательный, только я покупаю большие мешки, да. Вот, они не по 15 килограмм, они по 13, по-моему, килограмм. И сколько стоит мешок такой? Вот, где-то 780 рублей. Вот, дороже чуть-чуть. Дорого, не в том месте берете, да. Литочка пошла. На оптовки надо брать, да. Ну, берем в Ашане. А, понятно, Коля, да, это отдельная тема. Да, Коля. И нормально у меня бабушке уже 14 лет. Вот, вот, фу, нормально себя ощущаю. Бабушки? Ваши собаки-бабушки? Собака-бабушка, да. Собака-старшая собака-бабушка. Хорошо, спасибо большое, Коля. Вот, может быть, и у вас была собака-бабушка, чтобы миску ели. Кстати, у меня воспитала собака. Меня воспитала собака, да. И Рому давайте послушаем. Ваши шарик. Обновляю сайт toprush.ru. Ребята, 50 на 50. Давайте, можно вас? Вот, коронная ваша. 50 на 50. Вот твои трусы стоят. Да, да, да. Да, друзья мои, трапеза против пурины. Ваша задача определиться сейчас на сайте toprush.ru или при помощи смс-ок за трапезу B1 на номер 5533, за пурину B2 на номер 5533. Кто сегодня победит? Рому, давайте послушаем. Ромочка, доброе утро. Здравствуйте, мужчина. Рома, вы у нас собаковод. Да. Пожалуйста, трапеза. Классный корм. Слушайте, я эту дрянь вообще не покупаю собаке. Вот. Ну, когда варил кассу на всякой там фигне, то приходилось эту трапезу там в банках покупать. Нормально, хавает вообще без вопросов. Ну, что за лексикон? Собака, так и говорит, без вопросов. Да, и Галину. В Таджикистане каша это чуть-чуть другое, конечно. И Галину из Воронежа. И Воронежа, да. А с трапезой позабавнее будет. Галинка, доброе утро. Доброе утро. Галина, пожалуйста, в Воронеже какой корм лучше для вас, пурина или трапеза? У меня нет собак, но... Ем сама. Нет, я хочу сказать, что здесь разделилось две половины страны. Одни выбирают качество, другие выбирают цену. И вот этот опрос, он явно показывает, что у нас в стране, наверное, цена имеет значение иногда. Да. Галина, прежде чем осуждать народ за экономность и забережливость, попробуйте, может быть, вам понравится. Друзья мои, итак, трапеза или пурина? Сейчас хрупкое равновесие. 50,78 за трапезу, соответственно, 49,22 за пурина. Кто победит, через три минуты узнаем на сайте toprussia.ru. Голосуйте! Ну что ж, друзья мои, интрига сохраняется в рубрике Top Russia вплоть до нынешнего момента. Вы не представляете, но обновляю постоянно страничку toprussia.ru. Лучшее в России. 50 на 50 по-прежнему. Не двигаемся. Даю последнюю минуту, ребята, на то, чтобы определиться, какой корм лучше. Мы не можем уйти на другое исследование с таким результатом. Нам нужен победитель. Ясно, что трапеза. Ну как это вам ясно? Вы объявите. Потому что смотрите. Б1. Ребята, давайте, последнюю минуту. Б1 на номер 5533 это трапеза. Б2 на номер 5533 это корма пурина. Лучший корм для собак. Заходите на сайт toprussia.ru. Голосуйте через аккаунты в социальных сетях. Нам нужен победитель. А не просто вот этот вот никчемный паритет. 50,56. Давайте еще ровно минуту до 38 минут. Ребята, итак, 50... 50,28. 50,28. 49,72. Блин. Давайте, давайте. 50,28. Все время обновляю. Да, да. Трапеза. Содержат немного дорожной пыли, немного мусора и немного тухлячка у нас. А еще у нас на складе таджики ходят и хрустят. 51,10. Ну все, заканчиваем. Таджики молодец, не надо заканчивать. Нет, нет. 50 на 50. Вот это мощь какая-то. 50,53 на 49,47. Таджики знают, что есть. 50,26 на 49,74. Ты еще наехал на таджики. Наоборот, говорят, знают, что есть. Мне нравится трапеза. 50,26 на 49,74. Обновляем. Так, 50,26. Блин, Господи, кто? Показал сегодня веселки. Кто вас устроил? Обновить. Кто вас устроил на телевидении? Кто? Что значит? Талант? Кто этот человек вообще? Он же ошибся. Это отжалант. Это природа. Природа Руслан Ланча. Это было отжалант. Вам не грозит. 49,75. Трапеза теряет. Поднажмите, братки. Вы что делаете? 50,25 на 49,75. Правильно. Трапеза впереди. И все. Стоп. 50,75. Стоп. Голосовый. Минута прошла. Минута прошла. 50,50. У трапезы 49,50. Пурина. Представляете? Один бренд трапеза. Столько 7 или 10 брендов. Браво. Пурина победила. И так победила цена. И таджики едят трапезу. Цена победила. Трапезничают. Пойдем, говорят, потрапезничаем. Это значит пригласите меня на ужин. Обновляем, друзья. Поздравляем марку. Трапеза. Да. Поздравляем марку трапеза с победой. Диплом можно будет получить позже в кабинете Ивана Бушмахина. За 13-килограммовый мешок. Ребята, а сегодня у нас открывается опрос на тему лучшая, любимая, самая популярная у россиян марка пылесоса. Друзья, мы сосет пыль пылесос. Да, и сегодня мы должны выяснить, какой же из них делает это лучше. Друзья мои, пожалуйста, ваша версия. Можете звонить нам. 728-7171. Пять производителей. Но здесь обошлось без таких вот трапез. Здесь все буквально ясно. Назовите, назовите. Бош, Самсунг, LG есть пылесос, оказывается. Томас. Томас и Электролюкс. Вот такие пять марок пылесосов, представленные в России. Понятно, что их больше, но тем не менее. Есть следующая информация, буквально немного статистики. 48 миллионов пылесосов в домохозяйствах у нашей страны. И говорят, что к 2014 году, тогда, когда Олимпиада будет в Сочи проводиться, количество пылесосов будет уже 53 миллиона пылесосов в домохозяйствах. Надо сказать, друзья мои, что обыкновенный пылесос, стандартный, да? А раньше пылесос, что я из себя представил? То я помню, у меня у бабушки был пылесос, то ли Зилл назывался. Вихрь. Это был Буранто. Совсем такого медного цвета, такого желто-коричневого, железного пылесоса. С мешочком. Там с мешком, да. Но мешок был многоразовый. И я несколько раз в жизни, наверное, два. Пылесосили? Нет, выносил этот мешок и вытрясал его. Это ужасно. А сейчас пылесосы в массе своей 95% это с мешком для сбора пыли. И, наверное, некоторый процент, может быть, даже не 5, а 1, наверное, процент приходится на водяной фильтр. На водяной фильтр. Есть контейнер, просто в контейнер он набивается пыль отдельно. Ну, контейнер и мешок разные. Не-не-не, там еще есть одна конфигурация. Один принцип, да. А вот водяной фильтр, это когда внутри пылесоса создается водяной вихрь, и пыль сразу же оседает в воду. Поэтому из такого пылесоса воздух с пылью не выбрасывается снаружи. Да, потому что когда на пылесосе в качестве рекламы пишут мощность всасывания, да, это хорошо, он всосет. Но с такой же скоростью, с такой же мощностью он и выбрасывает из себя воздух, то есть из мешка, какой бы он там плотный ни был, выбрасывает, выбрасывает, да. И поэтому вот говорят, что пылесосить вообще вредно. Потому что в воздух поднимается та пыль, которая в пылесос не попадает, но в ваши легкие попадает. И поэтому пылесосить, в принципе, вредно. Скажу же мне сегодня. Нет, моя позиция такая, пылесосить вообще не надо. Отлично. Ну, скажу так. Не надо. У вас как дома мыться, наверное. И потом не чихать, главное, да, вдоль. Перекати поле такое, передвигается в районе. Вот такой рулон сворачивается. Рулон. Пучки есть еще, да. Ребят, какой пылесос лучше? Вы пробовали разные пылесосы? Пожалуйста, на сайте toprush.ru голосуйте. Какие пылесосы вам больше нравятся? Например, по цене тех же самых мешков. Да, ведь важно, сколько стоит аппарат. Унификация. В обслуживании, да. В обслуживании. То есть стоимость владения тоже важна. Телефон, пылесос может дешево стоить, но потом замучаешься к нему покупать эти гребаные мешки. Или наоборот, дорогой пылесос, а ничего вообще покупать не надо. Вот в случае, кстати, с водяными, там вообще нет расходов материала. А вот циклонные модели. Ребят, они очень шумят. С водой они шумят, эти пылесосы. Шумят? Очень шумят. То есть у вас дома дорогой пылесос? Нет, у меня дома недорогой пылесос. К вам НТВ приезжало ремонт делать в рамках проекта? Нет, Рустам Иванович, вы не сможете мною обладать. Давайте, друзья мои, 728-7171, наш телефон. Вы, товарищ Веселкин, парируйте, а не говорите просто запхнись. Я запхнись, во-первых, не говорил, я сказал, вы просто не слушайте, снимите наушник, послушайте, я громко вам скажу, что водяной пылесос шумит, он шумный. Хотя, может быть, он эффективный с точки зрения выбрасывается. Вам что важно? Ну, мне кажется, мне важно, чтобы пылесос работал долго, потому что у него сменные вот эти мешки. Пусть работает, работает. На нем должно быть меньше всего функций, потому что у него одна задача. Сосать. Сосать, да. И удобно, чтобы этот пылесос открывался. О чем это он? И удобно, чтобы открывался, и сменные были вот эти насадки. Все. В нем больше ничего не должно быть. Насадки и сосать. Я в детстве играл всегда с этим пылесосом, Буран всегда трубку встал. Прикладывали, да? Да, не, ну не туда, не туда, не туда прикладывали. А заинвестная труба-то, да? Да, погодите. Туалета-то в доме не было, только пылесос. Рустам вспомнил, зачем он прикладывал. Губы тренировал, губы тренировал. Какие? Вытягивал? Дудили, что ли, в него? Что вы делали? Нет, а у меня такое ощущение, что вы к щекам прикладывали. У вас такие щеки теперь оттянутые, хорошие, крепкие. Вы долго прикладывали? Правильно, карту, вот так вот. Представляете, карту, Буран, пили в него. Вы же помните, что можно было с другой стороны, где воздух выходил у этих пылесосов? Вы дышали через пылесос? Лечился, да. Ел из собачьей виски, потому что собаку считал выше человеком. И прикладывал рот к пылесосу. Да ладно, мне не стыдно, за свое детство пару раз у меня папа с помойки забирал. В местный магазин был. Сын, а пойдем, это нехорошее место. Нет, не покупали рыбу домой, я вот помню. По принципиальным соображениям мы выкидывали из магазина остатки рыбы, которая продавалась. И мы, я помню, подъедались, подъедались на местах. На помойке? Да. И за рыка запили. Макаренко спас оттуда, уже забрал в нормальную цивилизованную страну. Значит, давайте Ивана послушаем. Ванечка, доброе утро. Доброе утро. Ванечка, 32 года, да, Москва. Ну, господа, тут не очень применительно слово, особенно к этому, который поджевал до помойки. Но, тем не менее. Пожалуйста, какой пылесос лучше? Ну, вы знаете, я лет 7 назад, наверное, купил Томпсон. Моющий. Томпсон или Томас? У нас Томас. У нас Томас. А у вас? А, Томас. Давайте про Томас. А, Томас, простите, Томас, да, извините. Так, ну хорошо, расскажите, и что с ним стало? Великолепный просто пылесос. Вот, я пользуюсь уже, я говорю, лет 7-6, и вообще нигде нет проблем. Понятно, но с теми пылесосами, которые у нас, вы, к сожалению, не знакомы. Друзья мои, кто знаком с теми пылесосами, которые сегодня борются за звание лучшего пылесоса в России в рубрике toprush.ru? На сайте toprush.ru можно голосовать через социальные сети. Бош, Самсунг, LG, Томас или Электролюкс? Ваш выбор. Люди просят, потому что они говорят, невозможно обойти историю с тем, что Веселкин рекламировал на телевидении пылесосы. И просят вспомнить эту речь. Вот с какой вот, ну, просто вот можете продекларировать нам немножко? Как вы продавали пылесосы? А вы музыку подберите, пожалуйста, маэстро. А там не было музыки-то, кстати. Ну, там не было, потом... Вы же наверняка наизусть текст вспомните. Ну, нет, сейчас я уже не помню. Ну, хотя бы примерно, вы же прекрасный пылесос. Давайте чуть-чуть подключать. Давайте, давайте, давайте. Это же надо ритмичное. Да, ну, давайте попробуем. Куда меня гоните все время? В прошлое. Ну, хорошо, вот прекрасная музыка. Дамы и господа, леди и джентльмены, в эфире Веселкин магазин. И не просто Веселкин магазин, а самый магазинный магазин на земле. У нас сегодня пылесос. Чудо-пылесос, друзья. Это не пылесос, это агрегат. Это мощный, мощнейший агрегат. Следите за моими губами. Я вам говорю, это самый мощный пылесос на земле. Он стоит всего, только обратите внимание, всего 1899 долларов. Это смешно, друзья. Я смеюсь прям вам в лицо. 800 долларов стоит хороший пылесос, а отличный должен стоить 1800. Ха-ха-ха. Какая смешная цена. Обратите внимание, какой приятный на ощупь этот пылесос. А у меня уже не остановишь, все. Но надо остановиться, потому что пятикомнатная уже заработала, можно и понемножку переждать. Фуф. Можно переждать. Да, давайте, Павел, но это искусство. Павла послушаем, да. Павла послушаем. Паша, доброе утро. Доброе утро. Пашенька, 37 лет, Москва, какой у тебя вот уже в жизни по счету сейчас пылесос, ты считал? Я 10 лет уже пользуюсь электролюксом. Я выбирал долго между разными брендами. И мне понравился электролюкс, у него очень мощное сосывание, 470 ватт. И он был относительно бесшумный. Вот 10 лет тому назад был один из лучших пылесосов. Причем шведский. Да, да. А другими вы пытались пользоваться, в принципе? В детстве у меня у родителей был Тайфун. Тайфун, да. В которой пил Руслан Иванович, да. Тайфун, хорошо. Еще пользовался Супрой, но это у жены, у родителей был Супра. А я всю жизнь пользуюсь, как пока женат, электролюксом. Да, причем у Супры была альтернатива Купра. И трудно было понять, что подделка подошла. Было даже две марки, да, Супра и Купра. Подпишусь, кстати говоря, у меня очень долго служил пылесос. Вот он совсем уже наладан, дышит, но... Нет, нет, да, сочнет, я понимаю. Да, да, да. Хорошо. Давайте Ольгу послушаем. Оленька, доброе утро. Доброе утро. Оленька, 25 лет. Деточка, скажи, пожалуйста, вот в твоей короткой жизни еще сколько было уже пылесосов? Два. Какие это были? Нет, три, еще Тайфун. Вот, Тайфун, опять же, вот, Тайфун... У некоторых пылесосов больше, чем мужчин. Да, да, послушайте, Оленька, а, да, пожалуйста, а вот два альтернативных Тайфуну, как они называются? Два альтернативных, это вот сейчас у меня робот-пылесос, это Румба, и Самсунг, они параллельно. Румба? Самсунг с циклонным фильтром, да. Сколько стоит эта штука? Около 30, наверное. Ну, он начинается от 13. Оля, а такой вопрос, вот смотрите, он же круглый, правильно, этот пылесос? Да. Он сам ездит, а вот как он в углах пылесосит? Вот всегда возникает... У него есть щеточка есть, у него есть маленькая круглая щеточка, которую он в углы заползает. Ну и кто вот лучше пылесосит, вот этот ваш круглый или Самсунг? Щеточкой. Не, ну, пылесосит, как бы, естественно, лучше круглый, потому что он ползает каждый день сам по себе, но если что-то нужно почистить, в том числе фильтр от круглого, то нужен Самсунг. Понимаю, понимаю, спасибо, Оля, за ваше мнение. Друзья мои, мы будем сейчас смотреть на популярность тех или иных брендов. 50% у Самсунга сейчас, вот он на первом месте среди тех пылесосов, в которых мы говорим. Bosch, Самсунг, LG, Thomas или Electrolux на сайте toprussia.ru. Заходите, пожалуйста, отдайте свой голос, мы должны узнать, какая марка пылесосов лучше в стране. Веселки, но вам не догнать. Ну что ж, друзья мои, продолжается наше исследование рынка, и сегодня в рубрике toprussia лучшая в России у нас идет, началось недельное определение лучшей, самой популярной у жителей России марки пылесоса. К сожалению, ни одного производителя российского на рынке пылесосов не осталось. И вы знаете, честно, ребята, вот так вот маленькое философское отвлечение. Вот говорят, сейчас модно вспоминать те годы, а те, которые помоложе, и мы вспомнить, к сожалению, ребятам нечего. Только такая призрачная ностальгия о чем-то таком родительском. Но вот, смотрите, итоги нашей жизни без СССР, да, в первую очередь, это полная потеря суверенитета брендов. То есть никаких российских производителей бытовой химии, товаров, одежды, техники нет. Вот цена. Это цена, которую мы платим за вот новый образ жизни. И фактически ведь потребительский рынок страны захвачен. Да, давайте называть вещи своими нами. Да, это экономическая война. Экономическая война. И как только появляется, кстати говоря, ну и как только появляется новый какой-то лидер. Он сразу же покупается. Его покупают, да. На рынке соков, йогуртов, молока. То есть на любом рынке. Да, вот такая вот история. Ну и приходится нам с вами выбирать, ну, понимаете, наше поколение оказалось в таких в тисках достаточно страшных, потому что мы очень хотели этих иностранных брендов. Нам казалось, что это фантастика. И что какой-нибудь магнитофон Panasonic, он априори, ну, настолько лучше кометы. Ну, или Джинсы Пирамиды, или Мауа. Да, да, да. Все оказалось. Даже был очень страшный анекдот, когда стоят военные в очереди за пивом. Долго стоят и потом говорят, фу, какой плохой это что-то мы купили. Он говорит, хуже бы воевал, сейчас уже баварской бы пили. Понимаешь? И это, кстати говоря, достаточно смешно. Это чернуха. Это круче, чем за копейки. Ну, за копейки, да. Да-да, пропылесосно, когда говорят. Ну, друзья мои, Bosch, Samsung, LG, Thomas или Electrolux. Других названий мы не знаем. Вот Тайфун звучит, звучит как-то инородно. Дайсон, вот очень много на смс-портале Мэйка. Дайсон, очень много. Дайсон это модная штука. Это модная. Модная, но не настолько. Модная фигня, да-да. Но она очень дорогая. Но смотрите, смотрите, вот тот же Thomas, который может быть к Дайсону ближе к других, да, потому что система без мешков, без этих. 8% всего. По 16% у Bosch и Electrolux и, кстати говоря, и у LG. Так у них всякая одна странная ситуация. И у Samsung 44. Действительно ли Samsung лидер сегодня на рынке пылесосов? Сережу давайте спросим. Сереж, доброе утро. Нет, или Диму. Диму, да. Дима, доброе утро. Да, меня Дмитрий зовут. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Алексей, все друзья. Да. Значит, у меня реально 4 пылесоса. Это LG, самый первый, значит, Electrolux, второй, потом Thomas, Vintet, у меня есть и Borg. Почему-то странно, вы его не включили. Из них он как раз самый лучший. Вот. Из LG, могу сказать так, тянет лучше всех. Ну, блин, столько же и выбрасывает. Значит, Electrolux, кал полный. То есть я им только собачью шерсть собираю. Все, больше ни для чего он просто не использует. Слушайте, а Дима, а что касается вот заменяемых вот этих пакетов, у кого самые они доступные по цене? Ну, вот я не знаю, если честно. Мне вот, сейчас я вот, у меня дети, дети, я достаточно аллергичный, да, то есть, поэтому пришлось выбирать достаточно хороший пылесос. И вот сейчас я пользуюсь Borg, да, у них здорово все. Я реально, конечно, не хочу рекламировать, но вот... А по цене, по цене можете сравнить, ну, примерно такой же мощности, да, вот этот Borg? Все, пропало. Ну, это вот в целях здоровой конкуренции пропало. Хочу напомнить, что Borg, по сути, является российской маркой, да, которая использует вот эту историю с... Ну, псевдо-легендой. С псевдо-иностранной. Ну, это вызывает, кстати говоря, уважение. С другой стороны, как... С другой стороны, заводов нет. Да, заводы по АМ-технологиям производятся в том же Китае, Тайване, там, где-то в Юго-Восточной Азии. Ну, то есть, ну, это всего лишь разработки и... Но, Рус, даже если говорить... Рус, он же выдумывает, а размещает заказы... Ну, это говорит только о том, что в 80-е годы настоящая промышленность закончилась. Закончилась. То есть, началась эра маркетинга, больше ничего. Друзья, ну, вот именно что касается маркетинга, я вот жду, не дождусь, когда же у нас пройдет эта эпидемия относительно того, что марка на русском языке, которая написана, да, русскими буквами, она не хуже, чем то, что латиницей просто выведено. А вот это, кажется, дождемся. Это уже началось с продуктов, вот заметьте. Честно, вот я смотрю рекламу, например, да, вот по телеку, любой канал, любой, тут безотносительно какой, меня, честно говоря, уже давит на меня обилие именно иностранных брендов. Начинает уже потихоньку давить. Для этого иностранные производители используют локализацию брендов, переводы всевозможных, создания локальных марок. Все низших, так сказать, ценовых групп. Согласен, согласен. Да, то есть народное по-русски, для элиты пишем латиницей, да, но одно и то же. Значит, Ваня у нас есть на связи. Ванечка, доброе утро. Доброе утро. Иван, вот 28 лет тебе, брат, да? Вот ты скажи, ты от засилий иностранных брендов устал? Хочешь, чтобы по-русски писали, сынок, а? На пылесосах. Вы знаете, с одной стороны, я до сих пор, наверное, являюсь пользователем российского бренда. На даче у меня стоит айфон, который замечательный. А сколько ему лет уже? Больше, чем мне, это 100%. Так. Вот. А с другой стороны, по поводу тех, кто представлен, Марк, меньше года был пользователем Samsung. Разлетелся просто в пух и прах. У него интересный момент, что в пластиковом корпусе мотора стоит алюминиевый вентилятор, наверное, это можно назвать. Отсутствовал реле от перегрева, и в итоге вот этот вот алюминиевый моторчик разбил абсолютно весь корпус. То есть он расфигачился. Расфигач. И так Samsung расфигачился. А другие у тебя были марки иностранные, кроме Samsung? Вот они, к сожалению, у вас не представлены. Сейчас пылесос фирмы Mille. Замечательный пылесос, хоть не дешевый, но при этом достаточно доступны фильтры и мешки, которые подходят причем от других моделей. То есть они не пропадут с рынка. Понятно, понятно. Хорошо. Да, хорошо. Ванечка, время поджимает. Сейчас у нас выпуск новостей, друзья мои. Но всю неделю предстоящую вы можете в удобное для вас время зайти на сайт toprush.ru, если у вас есть аккаунт в социальной сети. Все социальные сети адаптированы для нашего сайта toprush.ru. Все. Так что зайдите, проголосуйте, и в следующую среду мы узнаем, что же за самый лучший такой пылесос в России.